Друзья, всем привет, с вами Александр Пузыренко и это новый выпуск 3D новостей. С меня лучшие новости за месяц, вас лайки и подписка, и также пишите в комментариях, какая новость вам больше понравилась. Итак, погнали! Разработчики Сталкера 2 показали первый игровой тизер, хотя мы не можем увидеть большую часть самого игрового процесса. Кадры показывают, как на самом деле ощущается игра, быстрая смена декорации, зловещие пейзажи и вездесущее ощущение неизбежной опасности. Как заявляют разработчики, игра имеет одну из самых больших бесшовных карт открытых миров. Нелинейный сюжет, основанный на принятии решений с множеством концовок элементами ужаса. Релиз ожидается в 2021 году на ПК и Xbox Series X. Друзья, кто играл в первую часть Сталкера и кто ждет в продолжение, пишите в комментариях. Технический художник Марио Силаги выпустил классный плагин Contrast Pro для 3D Max, который помогает настроить контраст на сетке, чтобы она выглядела более четко. Мне этот плагин напомнил недавно обновление ZBrush, а там тоже был похожий инструмент. Ну что ж, попробуем, думаю, будет интересно. Эгисофт недавно выпустила Metashape 1.7, в который внесен ряд серьезных улучшений. В последней версии представлена улучшенная реконструкция карты глубины для более быстрых и подробных результатов, а также улучшено маскирование расфиксированных областей и многое другое. Для тех из вас, кто не знаком с Metashape, это автономный инструмент, который позволяет создавать фотограмметрическую обработку цифровых изображений и генерирует трехмерные пространственные данные для использования в приложениях GIS, документация культурного наследия, создание визуальных эффектов и так далее. PlanetSide Software недавно выпустила Terrigan 4.5, новую версию программного обеспечения для создания ландшафта. Самое крупное обновление это шейдера, говорят, что они улучшились и поддерживают рабочие процессы PBR. Есть новые элементы управления металличностью, а также поддержка моделей GGX для зеркальной шероховатости. А в новой версии также добавлена поддержка ключевого стандарта управления цветом OpenColor.io в версии Professional. В системе атмосферы появилась новая настройка фазы релея, которая позволяет пользователям создавать более реалистичные атмосферные рассеивающие эффекты света. NVIDIA наконец-то представила новый графический процессор GeForce RTX 3060. Новый графический процессор обещает возможности аппаратной трассировки лучей и поддержку NVIDIA DLSS, а также других технологий всего за 329 долларов, но я думаю у нас будет на 100 долларов дороже. Трассировка лучей является непреодолимой силой, которая быстро изменила новый стандарт игр. Куплю своему сыну такую видеокарту, если не будет двошником. Считается, что GeForce RTX 3060 обеспечит вдвое более высокую производительность и десятикратную производительность трассировки лучей по сравнению с GTX 1060, что делает его отличным решением для работы с такими играми, как Cyberpunk и Fortnite, с включенным RTX со скоростью 60 кадров в секунду. Играть в игры очень интересно, но еще интересно создавать крутых персонажей. Но для того, чтобы научиться, нужно закончить хорошие курсы. Как всегда, я рекомендую учиться у профессионалов. Твоя нынешняя работа вместо удовольствия приносит лишь стресс? Ощущение, что учишься в Возе впустую и переживаешь за потраченное время? Настало время меняться. Ты можешь работать над персонажами для фильмов, игр и сериалов. Тебе нужны лишь практические знания, с которыми поможет онлайн-школа XYZ. Если ты хоть немного умеешь моделить, залетай на курс по разработке реалистичных персонажей для игровых трейлеров, кат-цен сериалов и фильмов. Это одно из самых творческих и денежных направлений в 3D. Ведь главная сфера применения реалистичных персонажей – это AAA-игры. Проекты типа Love, Defend Robots и даже зеленые джуны тут зарабатывают от 700 долларов. Научись создавать реалистичных персонажей для синематиков, сериалов и фильмов. Тебе поможет художник Артем Гансиор, который работал над персонажами для Baldur's Gate 3, трейлерами для Leagues of Legends, Shadows of the Tomb Raider и многих других игр. По итогу курса у тебя в портфолио будет один реалистичный, атропоморфный персонаж. Вероятность попасть в студию с такой работой в портфолио возрастает в разы. Пять лучших студентов преподаватели отправят на ревью и тесты в Shark Creators, в которой работает арт-директором. Они смогут поработать в реальной студии сразу же после обучения. Наша школа первая на рынке по геймдеву в СНГ, и это не просто так. Фидбэк. Живое комьюнити. Ты не будешь чувствовать, что учишься один. Будет помощь как от студентов, так и от менторов. Наши преподы. Действующий профессионал индустрии, который прямо сейчас работает в Blizzard CD Projekt Red. Фидбэк. Каждую домашку проверяет персональный наставник Мидл с опытом от 3 лет в индустрии. Он напишет, что получилось хорошо, а что исправить, чтобы стало еще лучше. Ему же можно задавать любой вопрос и получить дозу мотивации в закрытом чате. У нас нет ограничения по времени. После покупки курс доступен всегда в твоем личном кабинете. Живые стримы с преподавателем и прямообщение. Ты всегда можешь написать свой вопрос. Максимальный набор на поток всего 50 студентов, так как школа трепетно относится к проверке домашних заданий. Поэтому поторопись и переходи по ссылке в описании. Поток запускается уже 1 марта. Лучшие выпускники работают в Ubisoft, Cyberspace, Digital Forms и других известных студиях. Получилось у них, получится и у тебя. Итак, мы продолжаем выпуск новостей. Обновился HDR Live Studio. Теперь изменения происходят в Компе Венос, обратная связь в реальном времени. Появилось энергосбережение, то есть сохранение количества света для вашей HDR-карты. Также появился сферический вариант для HDR-карты. Появился планарный вариант для Realize. Используйте маскирование для применения диффузии к определенным регионам. Процесс освещения – это творчество, эксперименты. Есть так много решений по освещению, которые нужно применять. И так много разных подходов, которые вы можете попробовать. Light Look позволяет вам легко сохранять, сравнивать, дублировать и редактировать несколько световых проектов в одном проекте HDR Live Studio, поддерживая ваш творческий процесс освещения. Вышел UV Packmaster 2, который представляет собой эффективный и полнофункциональный механизм UV-упаковки, доступный в качестве плагина для 3D Max. Это один из самых эффективных упаковщиков с точки зрения упаковки на центральном процессоре. Также использующий вариант алгоритма с ускорением CUDA. Этот инструментарий имеет ряд сложных функций, которые помогут вам упростить рабочий процесс UV-упаковки. Более 70 HDR-карт в разрешении 16К выложил на своем сайте художник Elvis Possa. Вы можете его поддержать на Патреоне, ведь он сделал лицензирование даже для использования в коммерческих целях. Друзья, громогласная новость для всех, кто работает на 3D-стоках. Shutterstock приобретает TurboSquid. Да, это как снег на голову. Народ засуетился, особенно те, кто работает на 3D-стоках и боятся, что Shutterstock сделает подписку на 3D-модели и заработок 3D-художников в значительной степени упадет. Но кто-то думает, что будет все нормально. Ссылочки на форумы с обсуждениями я оставлю под видео. А тем временем на горизонте появляются новые стоки. Сток 3D-база уже имеет большое количество моделей и удобный интерфейс для дизайнеров. От меня ловите скидку 5% на покупку моделей. Промокод будет под видео. Вышел 0,4 от Майкла Гибсона. Данный софт был представлен в 2017 году. Это интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Изящная программа для работы с нурфс-моделированием. Программа имеет ряд кат-функций, с которыми быстро и удобно можно сделать механический элемент или hard-surface модель. Уникальный экспорт программы позволит на выходе получить хорошую многоугольную сетку из нурфс-моделей. Сайт RenderBot выпустил бесплатно 3D-сканы людей. Здесь их не очень много, но они достаточно интересные и можно использовать их в своих проектах. Ссылочку я оставлю под видео. Обновился Substance Painter до 2021.1. Теперь вы можете изолировать части вашей модели, в которой вы хотите получить доступ, и спокойно рисовать. Эта возможность доступна как в рабочем процессе по умолчанию, так и в рабочем процессе UV-Tiles. Команда также выпустила учебное пособие. Они также выпустили 3 новых предустановки инструментов для добавления стежков в вашу текстуру. Вы получаете 3 предустановки инструментов и 26 комбинаций и ряд параметров. От разработчиков в Production Create доступно более чем 500 различных VFX-эффектов, такие как молнии, взрывы, дым, огонь. Это футажи, которые вы можете добавить при постобработке. Если вам нужен какой-то взрыв, дым, вы можете воспользоваться этим сайтом. Ссылочку я оставлю под видео. Константин Ким под ником 3D Mentor разработал анимированные растения. Это анимированные пальмы и анимированная сказочная фсоль. Используется плагин GrowFix. Модели примечательны тем, что полностью настроены для вашей анимации и имеют своеобразный риг для этого. Это уникальная разработка для 3D Maxx с использованием GrowFix. Сделайте ваши проекты еще более релитичные с данным продуктом. Ссылка на модели будет под видео. Хаус Групп на своем YouTube-канале показали разработку новых возможностей материала в Ray MTL. Это стандартный материал в Ray и сейчас ведутся разработки по его улучшению. Демонстрируется улучшенная прозрачность при рендеринге кожи или подобных материалов. Отверждается, что обновления будут доступны в следующем обновлении в Ray 5. В Marketplace Epic Games выпустили бесплатные модели для городской среды. Downtown West Environment позволяет легко создавать модульные города с магазинами, вывесками, киосками, закусочными. В сборнике модульные фасады, витрин городского озеленения, открытые площадки, вывески, освещение, эффекты живой воды и листвы. И как всегда в конце новостного выпуска несколько интересных 3D-работ из сети. Александр Джилонкин выложил в свою работу Lighthouse, Маяк. Красивое окружение, приятная атмосфера. Работа полностью выполнена в 3D и на высоком техническом уровне. Юрий Волков представил своего персонажа Dragon Knight. Работа получила Авард. Это красивый персонаж с замечательной броней. Родион Власов представил свою работу «Путь к предкам». Это такой вот интересный персонаж, лев. Работа получила Авард. И выглядит тоже очень интересно. Евгений Филимонов тоже получил Авард на Ренна.ру за свою работу «Улыбка». Это невероятно красивая рыжеволосая девушка с просто потрясающей детализацией. Заслуженный Авард. Поздравляю. А на 3DD «Царь горы» Алексея 1986 под таким вот ником со своей работой «Северная Норвегия». Тоже замечательное окружение со льдами. И тоже с потрясающей атмосферой. На этом все, друзья. Это был новостной выпуск. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!